описание канала это такое место куда вообще никто не заглядывает но у нас там даже есть девиз секс drugs and liberty сегодня мы наконец поговорим хотя бы о чем-то из этого списка о наркотиках наркополитикам тема которая победила в последнем голосовании на патреоне и некоторые возможно уже настроили слушать о том чем плоха репрессивная наркополитикой чем хорош подход снижения вреда декриминализация заместительная терапия медицинская помощь и так далее но не тут то было скажу сразу дело в том что я не вижу принципиальной разницы между репрессивной наркополитикой подходом снижения вреда нет война с наркотиками разумеется нанесла миру колоссальный ущерб здесь и порожденная черным рынком наркомафии забитые до отказа тюрьмы эпидемия вич и многое другое тогда как опыт ряда стран показывает эффективность подхода снижения вреда если перестать сажать за употреблением давать зависимым методон оказывает медицинскую помощь и так далее это лишает мафию прибыли приводит к сокращению криминала тормозит распространение заболеваний и вопреки опасениям вовсе не ведет к увеличению популярности наркотиков тому есть множество подтверждений они собраны в известных докладах международной комиссии по наркотикам отчетах юнэйдс и примерно в сотни видео на ю тубе однако вот вопрос так ли уж отличается нарратив который транслируют сторонники запретительной политики от того нарратива который транслируют сторонники снижения вреда первые убеждены что наркоман это такое опасное животное которое следует держать в клетке вторые убеждены что наркопотребитель это несчастный человек которому необходима медицинская помощь несмотря на разницу подходов использования стигматизирующих или дестигматизирующих ярлыков эти позиции схожи человек употребляющий нечто социально неодобряемое не имеет собственной воли и моральной автономии он находится под контролем химии а решить проблему могут лишь квалифицированные специалисты только в одном случае это полицейские с дубинками а в другом наркологи с аптечкой забавно что сторонники консервативного битья дубинками оставляют наркопотребителям даже больше свободы воли ведь они предлагают наказывать потребителей за их выбор то есть подразумевает что этот выбор есть тогда как сторонники второго подхода который можно назвать медикализации по сути утверждает что никакого выбора не было есть только болезнь это полностью лишает наркопотребителей субъектности превращая их в объекты для программ снижения вреда таким образом несмотря на всю разницу последствий здесь мы имеем дело с подходами которые подозрительно похожи в своих основаниях поэтому вместо вопроса какая наркополитика лучше куда интереснее обсудить на зачем нам вообще нужна какая-то наркополитика почему нельзя обойтись без неё сегодня мы поговорим о том откуда же берется фундаментальное убеждение будто некие химические соединения непременно лишают людей и субъектности а затем попробуем разобраться чего же на самом деле так боится публика что уже много лет находится в плену моральной паники на тему психоактивных веществ но сначала небольшое объявление в этом видео не будет ни одной рекламной интеграции наркошопов мобильных игр и прочих разновидностей наркоторговли но зато вы можете поддержать канал подписавшись на патреон ссылка в описании занятный анализ моральной паники вокруг психоактивных веществ предложил либертарианец джейкоб салум в книге saying yes in defense of drug use переводить не буду если что за меня это сделает роскомнадзор салум выдвинул концепцию под названием вуду фармакология что это такое многие наверняка видели исследования где сопоставляют вред алкоголя и других наркотиков зачастую алкоголь обгоняет даже героин с кокаином по степени вреда как для потребителя так и для окружающих но при этом мы живем в обществе где алкоголь абсолютно легали и никакой катастрофы не происходит нельзя сказать будто от алкоголя нет никакого вреда он действительно наносит большой вред некоторому количеству людей однако большинство вполне справляется с тем чтобы употреблять его ответственность салум ссылается на книгу 69 года drunken compartment где автор и психолог антрополог пишут что нетрезвое поведение формируется не столько самим биохимическим влиянием алкоголя сколько культурными нормами воспитанием а также разница от индивида к индивиду в одних обществах выпитое может приводить кровавым конфликтам а в других те же объемы приводят лишь к оживленной беседе впрочем все это известно и безо всяких исследований выпив люди ведут себя по-разному одни становятся злыми другие добрыми одни веселятся другие грустят и так далее и даже спиваются разные люди по-разному в зависимости от личных качеств однако все меняется стоит перейти от алкоголя к другим наркотикам здесь появляется универсальный образ наркомана как правило это маргинал полностью утративший волю и разум готовы на что угодно ради новой дозы и не способные выбраться без помощи специалистов в общем публика убеждена что запрещенные вещества превращают людей в зомби причем такое убеждение объединяет сторонников нарко репрессии со сторонниками медикализации именно это салом и называют вуду фармакологии большую часть книги салом разбирает различные мифы из этой серии например миф о том что наркотики формируют непреодолимую зависимость в действительности есть пул исследований показывающих что даже в случае героина количество людей которые избавляются зависимости без посторонней помощи весьма велико примеру изучение американских солдат 70-е показала что лишь небольшой процент из тех кто пристрастился к веществам во вьетнаме продолжили употреблять вернувшись домой еще один миф гласит что под воздействием наркотиков люди полностью теряют контроль над собой так например в девяносто пятом году в сша один мужчина обезглавил собственного сына а затем утверждал что во всем виноват метамфетамин под которым ему привиделись демон случае использовался прессой в качестве примера как наркотики меняют личность но в реальности мужчину и раньше неоднократно обвиняли в домашнем насилии как и в случае с алкоголем под воздействием других наркотиков безобразие творят в основном те кто и без того имел склонность но помутнение оказывается удобным способом снять себя ответственно представим себе ситуацию когда бы обо всех потребителях алкоголя судили лишь на примере небольшого количества законченных алкоголиков при этом игнорирует те кто ограничивается парой тройкой кружек пива или бокалов вина но в случае других наркотиков происходит именно это образ типичного потребителя формирует те кто оказывается в руках полиции попадает в наркологические клиники салум призывает обратить внимание на то что выводы здесь делают на основе испорченных образцов тогда как в действительности основная масса наркопотребителей это незаметное большинство вполне обычные люди которые вполне способны себя контролировать и поэтому не попадают сводки криминальных новостей нам понятно что в случае алкоголя проблема это алкоголизма не сам алкоголь но когда речь заходит о других наркотиков это понимание куда-то быстро исчезает на основании всего этого салум полагает что будь абсолютно все наркотики легальны ничего страшного бы не случилось это разумеется не означает что от запрещенных веществ нет никакого вреда просто этот вред в сознании публики мягко говоря преувеличенный окружен мифами сегодня мы видим некоторые сдвиги общественного мнения в сторону демистификации наркотиков примеру еще в начале прошлого века американские полицейские писали доклады о том что марихуана вызывает приступы агрессии жажду крови особенно у черных мексиканцев и прочих иммигрантов сегодня когда марихуана легально в половине американских штатов такие мифы вызовут лишь мех но остальном публика продолжает свято верить в догмы вуду фармакологии легализация для публики это нечто вроде начала зомби апокалипсиса поэтому нам и необходимо хоть какая-нибудь наркополитика эффективна она или нет но всяко лучше оживших сюжетов джорджа ромеро но вот вопрос откуда берется вера вуду фармакологию увы салум не дает внятного ответа на этот вопрос ограничиваясь рассуждениями о том что все это просто моральная паника и плод когнитивных искажений возросший на почве недостатка информации отчасти это так особенно учитывая что на протяжении десятилетий государства выделяли огромные бюджеты на всякую антинаркотическую пропаганду распространявшую самые идиотские мифы но тем не менее все это не кажется мне исчерпывающим объяснением моральные паники обычно имеют ограниченный срок жизни а вот паника вокруг наркотиков оказывается слишком уж живучи разумно предположить что вера в вуду фармакологию оказывается настолько востребованной потому что накладывается на фундаментальные страхи публики люди боятся что психоактивные вещества могут превратить их в зомби то есть лишить воли и разума уникальные личной идентичности но быть может этот страх потери себя имеет под собой основания давайте немного отвлечемся от веществ поговорим о том что такое личность и существует ли она вообще когда-то в христианской европе было принято считать что мир состоит из материального и нематериального а человек наделен телом и душой и последнее и есть личность с критикой такого подхода в конце семнадцатого столетия выступил британский философ джон лог в сочинении опыт о человеческом разумении он писал что личность характеризуется самосознанием рациональностью способностью принимать решения и нести за них ответственность при этом тождество личности возникает из памяти если я помню что дело вчера следовательно я та же самая личность но если непрерывность памяти нарушена то мне о единой личности говорить не приходится таким образом личность это нечто что может кардинально меняться в процессе жизни напрашивается вопрос что если напиться до беспамятства вы удивитесь но отличие от большинства современных уголовных кодексов джон лог полагал именно так не помню значит это был не я впрочем лог был философом а не дураком поэтому добавлял что светские суды конечно не должны принимать этого внимания иначе каждый преступник примется утверждать будто он ничего не помнит однако суд божий которому точно известны все обстоятельства может рассудить иначе таким образом джона лока можно считать первым сторонником вуду фармакологии подкоп под концепцию личности продолжил восемнадцатом столетии шотландский философ дэвид юм заявив что никакой личности похоже нет вовсе и он был эмпириком то есть был убежден что все наши идеи и представления основаны на впечатлениях которые мы получаем из реального мира так скажем чтобы иметь представление о красном цвете необходимо сначала увидеть нечто красное в реальности в своем трактате о человеческой природе юм задается вопросом из каких же впечатлений берется наше представление о собственном я и дальше утверждает что таких впечатлений просто нет если мы посмотрим внутрь себя то обнаружим лишь поток переживаний но никакого я откуда же тогда берется убеждение в существовании личности согласно юму это просто фикция разуму свойственно делать упрощение мы можем наблюдать разные объекты но если они взаимосвязаны нам проще воспринимать их как один особенно если изменения происходят постепенно к примеру росток превращается в дерево дерево совсем не похожи на росток но браз изменения наступают постепенно мы убеждены что перед нами один и тот же дуб примерно также мы видим поток собственных переживаний раз они увязаны в цепочку нам кажется будто существует некое непрерывное явление под названием личность душа или что-то подобное такой подход принято называть редукционизмом в двадцатом столетии был еще один известный его представитель британский философ дэрик парфит в книге восемьдесят четвертого года reasons and persons он предложил ряд забавных мысленных экспериментов к примеру давайте представим будто ученые сконструировали машину которая может телепортировать нас на марс работает это так не вы заходите в машину она усыпляет вас и считывает ваши показатели затем уничтожает ваше тело здесь и отправляет информацию на марс где вскоре другая такая же машина воссоздает вас во всех подробностях и со всеми воспоминаниями что происходит данном случае вы перенеслись на марс или быть может вас убили здесь а затем на марсе уже создали кого-то другого пожалуй вас все-таки не совсем убили ведь войти в такую машину кажется более предпочтительным вариантом чем просто умереть но все-таки менее предпочтительным нежели долететь на марс в какой-нибудь большой железной коробке теперь давайте усложним задачу вы входите в телепортатор однако что-то ломается ваше нынешнее тело не разрушает но при этом воссоздают еще одно на марсе что же теперь кто из этих двоих в действительности вы хороший вопрос далее в той же книге парфит предлагает похожие эксперименты и ответы каждый из которых оказывается сомнительным представим будто мы пережили операцию в ходе которой наш мозг разделили на две части пересадили в два новых тела при этом в обоих телах сохранились одни и те же воспоминания получилось два человека но кто из них настоящий вы либо один из них либо оба либо никто однако нет основания предпочитать одно тело другому раз в обоих обитает личность с идентичными воспоминаниями ответить оба мы тоже не можем вскоре эти два человека будут вести разную жизни и вуаля перед нами уже две личности с разным жизненным багажом сказать что ни один из них тоже не получится ведь тогда это равнозначно вашей смерти теперь вернемся обратно к машине телепортации которая создала еще одну версию вас дальше оказывается что машина также успела вас облучить какой-то пакостью теперь вы больны и скоро умрете однако можно ли говорить о смерти вашей личности если ваш двойник на марсе продолжит жить все эти вопросы которые задает парфит призваны не только поставить читателя в тупик но также показать что все они просто бессмысленны оперируя понятием стабильной автономной личности мы не получаем никакого полезного знания поэтому вместо этого парфит предлагает оперировать понятием продолжительность или связность continuity когда вы умираете она резко прерывается когда вы летите на марс на космическом корабле она более-менее непрерывно а вот войти в телепортатор это нечто среднее поэтому исчезнуть оставил свою копию лучше чем исчезнуть ее не оставил если ваш мозг пересадили в два новых тела вы просто получили две новые продолжительности вот и все таким образом личность не есть нечто что либо существует либо нет а скорее набор различных продолжительности и помимо психической и физической продолжительности которыми мы привыкли так дорожить есть еще и другие к примеру мы существуем в памяти других людей или сохраняем свои мысли на разных носителях это тоже формы продолжительности кстати в фантастике подобные темы уже обсосали от и до вспомнить хотя бы ту серию черного зеркала где личности умерших восстанавливали после анализа их соц сетей надеюсь никому не придет в голову проделать что-то подобное с моим старым же же отказ от привычных представлений о личности кажется радикальным однако парфит утверждал что это пошло ему исключительно на пользу он назвал это освобождением от себя мол до того его жизнь ощущалась как стеклянный туннель по которому движешься в темноту к смерти с каждым годом все быстрее однако стоит изменить восприятие как стеклянные стены исчезают с отказом от идеи автономные личности мы оказываемся ближе к другим людям и даже смерть начинает выглядеть куда менее пугающей ведь она теперь оказывается лишь прерыванием одно из множества форм продолжительности после этого вы продолжите существовать воспоминаниях других людей а высказанные вами когда-то мысли будут влиять на реальность поэтому вместо я буду мертв парфит предлагает говорить не будет опыта связанного с моим нынешним опытом определенным образом как утверждает парфит что нас действительно заботит это не столько продолжительность физического тела сколько наши связи с окружающим миром и отнюдь не все они прерываются после нашей физической смерти и здесь мне вдруг вспоминается как в некоторых странах сегодня применяют психоделики для палеотивной помощи пациентам умирающим от рака говорят что опыт измененного сознания помогает людям меньше бояться смерти так что вернемся наконец к нашим наркотикам причем же здесь они мысленные эксперименты про телепортацию пересадку мозгов это конечно занятным но сугубо умозрительно можно ли увидеть иллюзорность собственной личности на практике пережить в ощущении есть различные варианты например травматичный опыт или повреждения мозга после которых о человеке говорят он стал не похож на себя но это все немного неприятно к тому же еще и необратимо есть психоактивные вещества достаточно просто много выпить чтобы немного побыть другой личностью главное чтобы возвращение личности прежней не случилось в овд там до сих пор не читали лока а вот психоделики диссоциативы и прочая восславленная классиками великой психоделической революции это куда серьезнее подобный опыт плохо поддается описанию однако можно сказать так все это может пусть и ненадолго но кардинально изменить видение самого себя и окружающего мира я если что конечно не пробовал мне один друг рассказывал как можно интерпретировать опыт когда какое-то там химическое соединение разбирает вашу уникальную личность на части а затем столь же легко собирает обратно это ли не аргумент в пользу редукционизма только данные в ощущениях здесь можно возразить дескать какой еще редукционизм люди употребляющие вещества чаще начинают верить в буду коммунизм и летающие тарелки бывает и так это отголоски шестидесятых никогда традиционные религиозные институты утратили доверие образовавшийся духовный вакуум породил движение нью-эйдж пеструю смесь объединившую восточной религии со сиентизмом и желанием упороться психоделический опыт как и любой другой культурно обусловлен если вещества употребляют религиозные люди результат будет интерпретирован через религиозную призму а если у людей в голове эзотерическая каша результат тоже предсказуем однако у большинства современных людей нет никаких особенных религиозных представлений в этом и загвоздка если сегодня вывести усредненный образ современного человека то он скорее всего будет атеистом или агностиком скептиком и любителям всего рационального именно упав на эту почву психоделический опыт вполне может стать путем к чему-то вроде редукционистской позиции ведь он наглядно показывает что наша личная всего лишь иллюзия соткана из электрохимических сигналов то что когда-то считалось духовным опытом сегодня оказывается наглядным торжеством скептицизма но вот вопрос а хочется ли нам быть настолько скептиками как ни крути но современное общество покоится на некоторых фундаментальных верования взять примеру веру важность долгосрочного планирования от нее зависит стабильность рынков институтов целых стран и государств и все это зиждется на всеобщем убеждении что необходимо думать о будущем на многие годы вперед работать на перспективу упорно трудиться и учиться копить деньги брать кредиты делать вклады и так далее а теперь добавим сюда немного редукционистских представлений о личности работать на перспективу значит трудиться и терпеть лишения ради себя будущего но если наша личность не является чем-то стабильным то по прошествии десятилетий она может измениться кардинально впору задуматься кто именно будет пользоваться плодами всех ваших нынешних трудов и лишений много ли общего будет у этого кого-то с вами нынешним быть может вместо трудовых подвигов ради ипотеки лучше написать великий русский роман на сайт с фанфиками это ведь тоже форма продолжительности которая пустит корни в окружающем мире а если мы меньше боимся смерти и вообще не считаем ее какой-то фундаментальной вехой тем меньше оснований для компенсивных попыток протянуть как можно дольше в общем свете редукционизма многие вещи которые сегодня кажутся нам рациональными и правильными могут оказаться бессмысленными у нас было бы меньше оснований для того чтобы крутиться как белка в колесе ради будущих свершений и больше чтобы расслабиться и жить здесь и сейчас поэтому мир где была бы возможность кардинально менять состояние сознания просто посетив соседнюю аптеку отличался бы от нынешнего в этом и проблема освобождение от себя посягает на самые основы привычной жизни а потому быстро превращается в опасность потери себя тот самый страх перед превращением зомби таким образом наркотики ловят нас в ловушку с одной стороны мы стали рационалистами скептиками избавились от предрассудков вроде веры в посмертную жизнь и бессмертную душу но с другой мы все еще недостаточно скептики чтобы избавиться от таких иллюзий как вера в незыблемость собственного я опасность наркотиков не в том что люди массово отправиться есть детей обколовшись марихуану но в том что психоделический опыт оказавшись широко доступным может избавить нас от последних иллюзий на которых держится многое из того что мы привыкли считать ценным мы оказываемся не готовы к такому радикальному освобождению от себя так и появляются вуду фармакология и основанная на ней наркополитика все лишь бы оградить нас от избыточных откровений а а а Продолжение следует...